Всем привет! Меня по-прежнему зовут Александра Гришина и прямо сейчас я расскажу о главных новостях уходящей недели. Начинаем! Apple провела в Сан-Франциско ежегодную конференцию World Wide Developers Conference. Мероприятие прошло под лозунгом «Пиши код, меняй мир». После ВВДЦ 2014 солнцу ночью светить, конечно, не станет, но перемены пользователям гарантированы. На конференции была представлена новая операционная система Mac OS X Yosemite, новая iOS 8, новый язык программирования Swift и более 4000 новых API для разработчиков, что позволяет создавать принципиально иные приложения для яблочных мобильных устройств. Пробежимся по самым главным фишкам новинок. Итак, в Mac OS X Yosemite изменился дизайн. Он стал, как у iOS 7, плоский. Свои апдейты получили и ключевые приложения операционных. Так, в поиск Spotlight добавили онлайн-эциклопедии, карты и поисковики, и словом, весь интернет. Браузер Safari стал более функциональным и быстрым. Почтовый клиент научился отправлять файлы до 5 ГБ. Центр уведомлений стал похожим на свой аналог в iOS, с виджетами, календарями и погодой. Появилось отдельное приложение iCloud Drive, которое хранит абсолютно любые файлы и данные в облаке. В целом, существенно повысилась степень интеграции мобильных и условно-десктопных гаджетов Apple. Так, звонки и SMS, приходящие на iPhone, теперь можно будет принимать и на своем Mac'е. Также разработчики наконец-то включили для Mac'а функцию AirDrop. Теперь перекидывать большие файлы за считанные секунды без проводов можно не только с iPhone'а на iPhone, но и с iPhone'а на MacBook, например. Или вот еще. Начинаешь одно действие на одном устройстве, iPhone'е, заканчиваешь уже на другом, на iMac'е. Настала эпоха полного взаимопонимания всех Apple девайсов без исключения. Апдейт iOS и сама Apple и эксперты называют самым крупным обновлением за всю историю. Функциональность iOS 8 выросла в каких-то невероятных масштабах. Приложения теперь могут взаимодействовать между собой. Touch ID можно будет использовать не только для разблокировки смартфона и подтверждения покупок, но и для авторизации в программах и сервисах. Функция Family Sharing позволит делиться приобретенным в iTunes контентом с членами семьи и контролировать все покупки, совершенные, например, детьми. Siri научилась распознавать музыку, прямо как Shazam, и сразу же выдавать ссылку на песню в iTunes. А еще Apple разрешила разработчикам создавать клавиатуры, и свифтки, свайпы, флески уже этим занялись. Кстати, через пару дней после анонсов стало известно еще об одной фишке. Apple позволит подключать наушники через Lightning Connector, а не через привычный 3,5-мм разъем. Это позволит передавать звук с частотой 48 кГц, а также в теории заряжать iPhone. Не будем забывать, что WWDC — это конференция в первую очередь для разработчиков. И для них Apple выпустила iOS 8 SDK, включающая аж 4000 новых API-интерфейсов программирования приложений. И даже целый новый язык программирования — свифт, который должен упростить и сделать более быстрым процесс написания приложения для iOS. Среди самых значимых фишек анонса — Apple HealthKit, который позволит отслеживать уровень активности и состояние здоровья, контролировать вес и в одном месте собирать данные с различных фитнес-устройств и измерительных приложений. Кстати говоря, Apple рассказала про такое, казалось бы, значимое нововведение, не вдаваясь в подробности. Очевидно, отложили на осень, когда, по прогнозам, купертинцы наконец-то покажут умные часы iWatch. Другая новинка — HomeKit — поможет связать iPhone с различными умными устройствами в доме. Не за горами времена, когда для того, чтобы закрыть все двери, выключить свет и настроить кондиционер, достаточно сказать Siri «Спокойной ночи!» и она все сделает. Также разработчикам стал доступен набор бесплатных инструментов CloudKit API, который позволяет интегрировать облачные компоненты в приложения. Раньше для этого приходилось обращаться к решениям от третьих сторон. Также разработчикам адресована новая графическая технология — Metal. По словам Apple, она обеспечивает уникальную скорость графической прорисовки, во много раз превышающую нынешние показатели. В комплекте iOS 8 SDK и PhotoKit и камера API, с помощью которых сторонние программисты смогут улучшать штатную камеру iPhone хоть до бесконечности, ведь нет предела совершенства. Наконец, новый язык программирования Swift. Он основан на похожих элементах и библиотеках, что сегодня используются разработчиками Apple в Object 6C программировании. Это позволяет легко интегрировать Swift в код существующие приложения. Один инициативный разработчик под iOS, Нейт Мюррей, уже успел собрать клонов Лэппи Бёрд с помощью Swift, на что у него ушло всего 9 часов. Вот и делайте выводы. Тем временем в Тайпее стартовала крупная международная техновыставка Computex 2014. За самыми актуальными новинками хай-тек индустрии и с самой гуще событий следит главный редактор Чоза Сайта Иван Звягин. Иван, тебе слово. Должен признаться, что это первая выставка, на которой мы поначалу даже не знали, что снимать. Хедлайнером выставки стала компания Asus, которая за день до ее начала уже представила все свои новые продукты. Ключевым гаджетом стал Transformer Book 5, устройства, сочетающие в себе как матрешка три устройства. Смартфон, планшет и ноутбук. И еще на этом мероприятии имени Asus было представлено много, на мой взгляд, рядовых продуктов, которые очень похожи друг на друга. Кроме того, за день до выставки отметилась и компания Acer, которая тоже представила смартфоны и планшеты. В общем, ничего необычного. Получается, что это как бы все. Новых, реально интересных потребительских гаджетов на выставке показали очень-очень мало. По-настоящему меня удивила компания ProLogium Technology. У этой компании совсем маленький крошечный стенд, скажем так, не основном помещении выставки. Но всем желающим на этом стенде приветливые азиатские ребята показывают новую революционную технологию. Литий-керамические батареи. Они толщиной всего 3 миллиметра, не боятся перепада температур, воздействия давления и обеспечивают ту же емкость, что и традиционные литий-ионные батареи. Вот о таких вещах и стоит рассказывать. О том, что потенциально может изменить мир. Если бы мы не наткнулись на этот стенд, то выставка для нас, по сути, прошла бы даром, потому что все основные традиционные новинки были представлены за день до ее начала. Мне кажется, что должно быть как-то немножко иначе. Спасибо, Иван. Хорошей дороги домой. А мы идем дальше. На секретной презентации, прошедшей в рамках ЯК М14, российский IT-гигант рассказал, что Яндекс.Маркет из агрегатора магазинов сам постепенно превращается в почти полноценный интернет-магазин. Совсем скоро в маркете появится возможность заказать товар по предоплате банковской карты или Яндекс.Деньгами и выбрать вариант доставки. Ответственность за то, что товар доедет, также возьмет на себя интернет-портал. Другими словами, Яндекс.Маркет предлагает интернет-магазинам продавать свои товары через сайт своего сервиса и сразу получать за них деньги еще до момента получения покупателям самого товара. Варианты доставки заказа будут предложены Яндекс.Маркетом с помощью платформы-агрегатора грузоперевозчиков «Мультишип». Аналогичные схемы используют крупнейшие западные магазины Amazon и eBay, но в отличие от них пока что сервис будет указывать реального продавца товара, чтобы не нарушать закон о рекламе. Оформить некоторые заказы через интерфейс Яндекс.Маркета было возможно и до этого, но оплачивать их все равно приходилось либо на сайтах магазинов, либо курьеру при доставке. Как полагают в Яндексе, новый подход решит многие проблемы небольших интернет-магазинов. Недоверие покупателей, проблемы с доставкой в регионы и логистикой в целом. На этом все, с вами была Александра Гришина и ЧОЗА новости. Следите за новинками мира высоких технологий на ЧОЗА сайте, в наших социальных сетях и на ЧОЗА ТВ. Пока, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok